здравствуйте дамы и господа рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании sky world community где вы узнаете о потрясающем проекте и о потрясающей технологии будущего которую мы реализуем в настоящем целая команда людей которая образовалась во всех странах сплоченная объединилась для того чтобы помогать развивать инновационные экологические проекты общими усилиями и перед вами не просто идея или концепт а перед вами проект который уже на финальных стадиях развития потому что завтра уже завтра мы переходим на следующий под этап 14 этапа то есть в общем целом нам осталось самая конечная часть всех дел так скажем сделать построить сертифицировать для того чтобы полностью завершить наш проект вывести его на самофинансирование и уже семимильными шагами застраивать наши инновационные технологии весь мир радует то что эти успехи идут параллельно в разных государствах мы видим как наша компания и наш проект работает и развивается в так скажем по всем направлениям в во всех уголках нашего мира и конечно же за час мне не получится передать вам абсолютно всю информацию которую бы мне хотелось поэтому пожалуйста я уверен я вас заинтересую после посмотрите несколько видео я оставил ссылки на них в нашем чате вы можете их найти там скопировать либо пройти по ним и я немножко освещу их то что поможет вам еще лучше разобраться в том насколько серьезно развит наш проект какие у него успехи возможностей на какой прекрасной стадии он сейчас находится невзирая ни на что что происходило в последние годы в мире интервью с анатолием юницким об итогах 21 года это одно из видео которое объяснит вам как мы даже в такое непростое время решили все необходимые задачи сделали все что только нам нужно для продвижения и так скажем продолжение развития нашего проекта доведение его до идеала о транспорте будущего от анатолия юницкого его видение его представления с аргументами почему он будет такой и никак не другой техногенная цивилизационная развилка это еще одно видео достаточно важное где юницкий в очень сжатое время объяснил с визуализации действительно из видео и с потрясающим с потрясающей смысловой нагрузкой о том какие возможности у нас есть вообще у человечества ведь дамы и господа та технолога которая мы сегодня на данный момент уже так скажем завершаем подходим завершению нашего проекта она лишь первая самая земная самая маленькая самая понятная так скажем потому что все следующие это фантастика сейчас в сентябре я был на конференции по безракетному освоению космоса и видел этих ученых видел их доклады насколько серьезно анатолий эдуардович уже развивает следующие технологии какая работа ведется это если вы еще не знаете то я вам очень завидую потому что вы с таким энтузиазмом и интересом будете узнавать всю эту новую информацию это действительно фантастика здесь и сейчас конечно же цивилизационная перезагрузка по версии юницкого как я и сказал множество технологий у нас впереди и это экопоселение линейные города новая энергетика новые здания сами себя обеспечивающие с так скажем не против биологии а наоборот в содружестве с природой которые будут жить об этом всем здесь конечно же формула будущего и наше струнный транспорт так скажем как он может изменить мир выступление с gitex это главные так скажем главные видеоматериалы за последний год как с помощью которого так скажем с минимальной затратой времени вы будете знать максимум информации насчет того что происходит и в нашей компании и куда мы стремимся куда мы идем дальше ведь первые проекты скажем уже успешно у нас завершается виде то что происходит вокруг и следующими уже интересуются и конечно же новые рекорды юнискае стрим технологии это наши успехи здесь и сейчас в двадцать втором году вот а моя задача давайте познакомимся меня зовут артем курбанов я из города даугавпилс из латвии и моя задача дать вам всю самую актуальную информацию в сжатые сроки чтобы вы вообще понимали что за проект каким способом он реализуется на какой он сейчас стадии и какие конкретно у вас возможности то есть как вы можете использовать информацию которую получите на нашей сегодняшней встрече ну надеюсь я глобально это дело для вас представил теперь у вас есть общая картинка и теперь самое главное чтобы информация которая сейчас будет ежесекундно передаваться вам с помощью этой прекрасной виртуальной комнаты ложилась в определенный участок нашей памяти и могла быть использована с пользой это основные побуждающие факторы все их вы можете удовлетворить улучшить и развить с помощью компании skyworld комьюнити точнее сотрудничая с ней выберите то что вам больше всего интересно и информация у вас как раз больше всего запомнится как вы можете применить ее именно в ваших интересах если уже у вас будут вопросы я оставил в нашем чате свою почту корпоративную пожалуйста пишите я с удовольствием поделюсь с вами информацией которую я собираю в течение пяти семи лет и в крат в кратчайшие сроки смогу передать вам и помочь понять как всю эту информацию либо такие именно возможности в skyworld комьюнити приведут вас и к желанному результату присаживайтесь поудобней потому что мы все цари этой планеты можно сказать и короли этой планеты но все то есть получается нет подданных а короли и мы этой планеты потому что мы максимально ее используем хотя мы всего один из 12 миллионов живых видов мы самые могущественные потому что несем самое большое влияние но именно это и дает нам огромную ответственность ухаживать за нашим домом заплатить за планеты земля а раз мы ухаживаем за нашей планеты то мы как и юницкий можно сказать хозяева этой планеты но не потому что она нам принадлежит а потому что от нас зависит какая она будет завтра через 10 лет какую мы передадим ее своим детям и мы действительно самая влиятельная сила на планете мы терра формируем ее можно сказать и об этом говорит то что происходит с землей с водой с воздухом мы видим что происходит с погодой мы действительно одни из самых влиятельных существ и от нас зависит то как будет развиваться наше будущее а наше будущее сейчас в большей мере так скажем улучшается или ухудшается от технологий которые мы используем от того что есть вокруг нас насколько мы действенны насколько мы эффективны и каждой технологии это наше детище человека разумного каждая новая технология более масштабная давала нам новые возможности новый способ жизни так скажем эволюция революция у нас так скажем появились те возможности которых раньше не было то есть как до поливления электричества не было такой большой автоматизации таких мощностей также как мы больше работали днем чем ночью а сейчас у нас полный график у нас за днем и ночью все работает нефтехимия 4 технологический уклад так скажем дал нам огромные возможно по производству и перемещению хотя сейчас 21 веке нефтехимия уже сильно устарела сильно уходит и это же полезные технологии сейчас они стали менее полезные и более вредоносные поэтому их мы обязательно заменим посмотрим в 5 технологический уклад это тот мир в котором мы живем сейчас то есть наше детище наши технологии растут вместе с нами иногда даже мы вкладываем в них больше силы внимания энергии ресурсов чем в свою собственную физическую жизнь потому что посмотрите как у нас развился виртуальный мир скорость передачи информации просто мгновенная гигабайты за секунды мы можем перекидывать действительно гигабайты в любую точку планеты очень быстро можем звонить в любой край нашей планеты с противоположным уголком я бы даже сказал с противоположной плоскостью нашего нашего шара мы можем созваниваться по видеосвязи уже наверное даже без задержки то есть у нас передача и таких например как деньги мы сейчас деньги можем одним нажатием и через секунду он уже эти деньги уже в другой стране то есть все что связано с передачи информации виртуальность она происходит очень быстро очень много сил времени энергии вложено в развитии этого но она неосязаемо и сейчас глядя на то что происходит с миром мы понимаем что слишком сильно перевели фокус и его сейчас необходимо как рекомендует анатолий эдуардович юницкий в своих фильмах которые я рекомендовал переводить внимание на физику мы живые мы физические наши дома наша еда она тоже физическая здесь необходимы закрывающие автономные технологии здесь прорывы необходимы и именно эти прорывы анатолий эдуардович и предлагает именно их именно эти инновационные экологические технологии он сейчас все больше разрабатывает реализует именно для того чтобы все люди на планете могли жить с высоким так скажем уровнем качества жизни и 1 один из первых проектов который к этому приведет из даст самый большой самый так скажем полезный и быстрый прирост нашего развития как цивилизации и уменьшит вредоносные факторы это перемещение наше физическое перемещение пассажиров и грузов то есть это та часть вы наверное подумали а как это связано со мной транспорт транспортная инфраструктура оказывается дамы и господа сейчас абсолютно каждый человек может действительно большое влияние на это иметь потому что с появлением народного финансирования когда люди начали объединяться вместе и создавать компании даже корпорации какие-то свои продукты или услуги без банков без каких-то других крупных пар пар корпораций только совместно у кого-то есть идея но нету например средств у кого-то есть средства но нет идеи времени а у кого-то нету ни идеи ни средств но есть время и эти люди находят друг друга единомышленники в нужном направлении двигаются вместе и создают потрясающие вещи и поскольку они из народа они нацелены больше всего на пользу народ именно так развиваются множество проектов их тысячи не то что раньше раньше все развивалось гораздо медленнее и тяжелее и не было такой возможности как мы сейчас сидеть в одной так скажем каждый в своей комнате в своем доме или в своей машине в своей стране между нами может быть тысячи километров тем не менее мы находимся в одном пространстве и классно что у нас есть возможность общаться у вас есть возможность написать мне вопрос у меня есть возможность ответить то есть потрясающие коммуникации передачи информации сейчас я могу поделиться с вами знаниями и той пользой которую я нашел раньше во времена когда начинали все эти компании это было более тяжело и да и подумайте представляете насколько мощной компании особенно я уверен что у вас уже есть знания потому как развиваются компании мира и что такое инвестирование и финансирование каких-то проектов компаний эти компании создали тот мир который мы делаем сейчас но тогда в начале о них никто не знал мало кто знал мало кто понимал что это будет важно не было такой возможности донести это во весь мир и так быстро как сейчас развить какую-то компанию продукт или услугу но эти компании все равно развились по главной причине они были необходимы людям то есть эти технологии не то что люди уже знали что нам будет необходимо в будущий компьютер нет эти технологии делали жизнь людей лучше упрощали и делали безопаснее делали но главное наверное это все-таки быстрее потому что это время самый важный невосполнимый ресурс каждого человека и эти компании от того что были нужны людям распространялись росли делали все больше пользы невероятная капитализация у них произошла то есть рост компании рост прибыли рост значимости именно того что людям это было нужно и классно было бы как мы сейчас тогда узнать о том что есть такие компании чтобы нам подробно за один час описали что к чему как это работает и какие у нас есть возможности было бы здорово напишите пожалуйста в чате хотели бы если была такая возможность вернуться в прошлое и положить хотя бы 10 или там 100 долларов в хотя бы в одну из этих компаний вы бы это сделали интересно ли вам это было бы с особенностями со с теми знаниями которые есть сейчас и в течение всех этих лет люди могли бы получать дивиденды могли бы могла бы происходить огромная капитализация средств то есть рост компании компании когда-то стоило чуть-чуть мы получили в совладении маленький кусочек компания выросла кусочек вырос соразмеримо и получается что то что когда-то стоило совсем чуть-чуть ресурсов при развитии и нужности миру вырастает и приносит огромную капитализацию вот например как alibaba 100 долларов за 18 лет превратились в миллион семьсот восемьдесят тысяч вы представляете какая капитализация десятки сотни тысяч процентов а все самое главное к чему я веду это стало необходимо людям это то что улучшало жизнь людей и дамы и господа спасибо за то что подумали за то что присутствуете сейчас здесь и видите именно эту возможность ведь те компании которых я только что говорил они как бы не выросли это все равно меньше даже все вместе чем то что мы сейчас строим потому что та технология которая сейчас у нас уже находится на финальной стадии развития она принесет пользу абсолютно всему миру и причем это будет сильно ощутимо потому что это физическая технология и с другой стороны я даже скажу транспортная инфраструктура это одна из один из самых дорог самых дорогостоящих и самых прибыльных бизнесов в мире и я сейчас вам показываю не концепцию это реальные фотографии этот транспорт который уже едет уже катает людей и уже даже строится первых четыре адресных проекта то есть перед вами наимощнейшая компания которая завоюет около 50 процентов транспортного рынка уже в 21 веке самый безопасный легко интегрируемый экологически чистый транспорт для народа и от народа слава богу что сейчас у нас есть возможность находиться каждый в своем доме и делиться этим делиться пригласить если нам нравится других людей узнать эту информацию это сейчас настолько упрощено настолько здорово что есть такая возможность и вот она перед вами а теперь давайте обмазгуем что за технология это транспортная система второго уровня то есть это та технология которая сейчас решит огромное количество проблем раз то есть уберет много минусов и даст огромное количество плюсов то есть у нас будут новые скорости например до 600 километров в час наш скоростной транспорт а далее в следующем одним из следующих проектов будет передвижение фар вакууме которым уже заинтересовались во объединенных арабских эмиратах до полторы тысячи километров в час это новая скорость при том что у нас будет полная экология и транспорт на втором уровне он распространяется это скажем как искал легко интегрируем строится в любую сторону даже сейчас у нас между опорами 400 метров представляете транспорт который ходит в любом направлении который можно строить в любом направлении потому что он интегрируем даже где измененный ландшафт даже где есть озера или реки представьте даже сейчас 400 метров то есть мы можем перекрыть припрыгнуть через целые дома через кварталы можно сказать и через озера реки овраги нету проблемы построить его и эксплуатировать но то есть получается везде куда сейчас даже трудно добраться мы сможем припеваючи жить с помощью подобного транспорта ну и конечно же он принесет нам очень много так скажем очень много пользы в том что снимет проблемы потому что сейчас мы передвигаемся очень медленно и от этого зависит то как мы развиваемся то как мы работаем то сколько стоят наши товары и как быстро они приходят и например транспорт которому мы можем прийти на помощь первый это плавательный который нам служит тысячи лет но сейчас его скорость слишком маленькая не подходит для человека 21 века плюс старая старый способ как пользоваться портом он эта скорость абсолютно неприемлема есть у юницкого новые предложения и они сегодня сегодня я вам их покажу конечно же аэропорты можно было бы продолжать летать но если вы подумаете как много сжигается топлива какой негативный так скажем след оставляет эти железные многотонные птицы и сколько мы времени в итоге тратим на поездку в аэропорт там все процедуры потом сам полет и так далее то есть не сказать что он очень полезный и тем более очень дорогостоящий но самое главное очень вредоносный железная дорога конечно благодарности она нам помогала более 150 лет но эти удавки на земле нужны ли они нам если учесть что сейчас средняя скорость это с учетом погрузки и разгрузки 15 километров в час если брать весь мир целиком получается что данная технология уж точно не может реализовать все потребности человечества в 21 веке тем более он является и опасным транспортом но конечно же топ опасности как не прискорбно это автомобили казалось бы самый мобильный транспорт легче всего добраться всюду и сам распространенный так скажем но сейчас с учетом перегруза количество машин на дорогах количество дорог на нашей планете это самый опасный самый вредоносный транспорт который необходимо заменить потому что он перерезает пути иммиграции животных он так скажем нашу биосферу режет где-то там где построена дорога с одной стороны заболоченная местность с первой стороны наводнения то есть эти удавки распространенные по всей планете на первом уровне там где находится все живое они сейчас являются самой большой катастрофой самой большой опасностью и с каждым днем скорость среднее перемещение становится все меньше и меньше от перегруза то есть нам необходимо прийти на помощь и это может сделать компания skyworld комьюнити с ее первым проектом и первой технологией и потому что мы делаем это вместе люди делают это вместе у нас есть возможность действительно оказалось что у нас есть возможность изменить всю планету то есть дать всей планете международную технологию которая так скажем не только в мультимиллионниках построить больших или в странах у которых очень много финансов нет анатолий эдуардович сделал самую можно сказать простую и экономичную транспортную отрасль которую смогут себе позволить абсолютно все страны и это очень здорово потому что это прослеживается во всех технологиях анатолия эдуардовича и приятно понимать что мы находимся уже на пороге завершения такой прекрасной технологии сейчас я бы хотел показать чуть больше то как это будет выглядеть то есть как будет выглядеть наш мир будущего если можно так сказать хотя сейчас даже здесь на площадке есть люди которые как и я катались на разных видах транспорта на разных видах трасс уже почувствовали это на себе и понимают насколько все таки это реально что это никакое не будущее а это уже прямо здесь и сейчас наша наши полигоны в белоруссии и в объединенных арабских эмиратах справляются с нашей сертификации испытаниями демонстрации все развивается цветет пахнет просто прелесть радостно смотреть на то что мы общими усилиями общими ресурсами приводим жизнь то есть когда-то это была идея стала концептом чертежами а сейчас с помощью нас с помощью народа это действительно становится реальностью спасибо всем кто принял участие в этом ну и давайте посмотрим наш транспорт и его философия как и у всех других последующих проектов и в струнном транспорте второго уровня анатолий низкий больше всего направляет нас на максимальную эффективность то есть технологии должны давать максимум пользы максимум характеристик которые могут занимать минимум времени и ресурсов на строительство и на эксплуатацию быть полностью экологически чистым чтобы можно было интегрировать куда угодно то есть гибкие технологии с широким спектром возможностей и быть с природой поскольку мы же часть ее наши человеческие тела мы часть биосферы мы живые и все технологии анатолий эдуардовича настроены на то чтобы работать как жизнь то есть ничего против и противоестественного а делать и брать формы которые есть в нашей природы брать так скажем лучшие решения и конечно же чтобы это согласовано было с нашими потребностями в итоге философия в том чтобы мы сделали рай на земле ну практически я так это вижу потому что но по факту с точки зрения юницко наверное он изобрел целую серию технологий с помощью которых более 10 миллиардов человек могут припевающе жить на нашей планете имея абсолютно все что им необходимо для счастливой жизни это описано в его книгах очень рекомендую зайти на сайт юницкий . инженер вы там увидите его работы и выкладки с 1966 года и он действительно проработал все эти технологии и не просто имеет представление а прям разработал как это все осуществить то есть если бы какие-то самые три самых главных самых богатых страны на планете дали бы ему финансирование наверное за 10 лет построил новый мир что называется только дай у человека у которой талант и у которого все в руках горит я надеюсь что уже в очень скором времени мы увидим и в следующих технологиях именно эту философию хотя сейчас если вы поищите вы уже увидите как делается как делаются первые экологические дома в белоруссии по его технологиям это фантастика и это действительно похоже на рай на земле только просто с небольшой примесью экологических технологиях человеку этот человек неспроста делает такие уникальные а так скажем открытия и разработки всю жизнь в течение всей жизни анатолий эдуардович юницкий занимался наукой и в течение всей жизни старался понимать природу понимать как мы можем жить с ней в содружестве и как мы видим сейчас это увенчалось успехом данный человек написал более 20 монографий создал более 150 изобретений множество научных работ несколько грантов он то есть человек всю жизнь отдал науки для того не просто для того чтобы понимать все самому а для того чтобы как инженер создать новый мир создать те технологии которые нам действительно необходимы так скажем перебазировать практически устои и направления развития человечества с учетом того что он предлагает как он видит и как он действует то есть уже по реальным действиям это очень сильно заметно и у него реально есть решение как нам жить ближайшие сотни лет не то что десятилетия сотни лет конкретно на больно большой срок вперед и его технология та компания которую мы уже создали возможности и и действительно безграничны мы сначала сможем прийти на помощь всем видам транспорта всем городам тем городам где более 20 миллионов человек и столько же транспорта придем на помощь и в те города в которых вообще нету транспорта тоже придем на помощь настолько гибкая технология у анатолий эдуардовича и одна еще из важнейших вещей которые стоит отметить это то что это автоматизированной технологии закрывающие то есть технологии которые забирают у человека либо рутинную работу либо вредоносную работу какую-то опасную например работу то есть все что может сделать компьютер робот сейчас будет отдаваться в ту сторону потому что это ну мы можем автоматизировать это а значит у нас будет больше времени жить наслаждаться жизнью творить учиться трудиться действительно там где необходим иначе великолепные творческие способности человек же настолько уникальное и чудесное существо какие то скажем так какие возможности может дать свободный человек у которого все есть как вот анатолий эдуардович у которого была цель и он создал целую серию технологий представляете что каждый человек на планете при распространении например вот этого первого проекта транспорта каждый человек получит в день например плюс час к своей жизни свободный потому что быстрее перемещался это было более комфортно плюс во время перемещения ему не нужно было рулить транспорт едет самостоятельно виден на то скажем пола android с искусственным интеллектом с машинным зрением то есть все как в общем как будто в фильмах фантастики будущего но это уже здесь и сейчас и с помощью данных технологии у нас действительно у каждого человека на планете появится чуть больше возможностей жить хорошо жить лучше жить более качественно ну и конечно же жить безопаснее и дольше потому что безопасность это одна из важнейших направлений которые дают нам технологии анатолия эдуардовича ну и конечно же вся наша технология и весь наш проект главные задачи этого проекта просертифицировать потому что то есть технологии сам разработал юнистки уже достаточно давно но главная задача для того чтобы строить их в мире по всем законам официально это сертифицировать так скажем все показатели построить эти трассы которые предлагает анатолий эдуардович эти виды транспорта протестировать их испытать продемонстрировать и пройти сертификацию по всем правилам нашего мира и так скажем по правилам главных компаний которые в разных странах на разных континентах могут дать сертификаты качества что наша технология полностью соответствует тому что заявляет и дамы и господа этим стоит гордиться недаром мы в данный момент на 14 этапе и завтра у нас состоится переход потому что мы успешно в разных странах и в разных направлениях сертифицируем нашу технологию и это прям очень много счастья внутри от того что мы собственными руками смогли это сделать в когда только я первый раз услышал о данной технологии я подумал не ну это только государство наверное какое-то может вести как так это супер глобально а оказалось что люди сейчас народ является самой мощной силой самой движущей силы на этой планете и прекрасно понимать что мы делаем вот такое будущее собственными руками я его вижу надеюсь и вы тоже уже предчувствуете что скоро мы будем ездить к друг другу в гости именно на таком транспорте буквально в течение там 10-15 лет это разрастется просто с невероятным масштабом пассажирский транспорт действительно поднимет качество жизни уровень жизни безопасность мы спасем огромное количество жизней на дорогах и очень много людей более полтора миллиона людей в год погибают это наш автотранспорт самый опасный транспорт хотя кажется самый полезный а еще 10 миллионов делает инвалидами за год то есть тот транспорт который мы так скажем привозим в действие за сто лет эффект будет феноменальный мы спасем больше людей чем за все войны которые происходили в 19-20 веке то есть это огромное количество жизней у нас есть эта возможность но так же кроме кроме этого мы сможем дать эту возможность абсолютно всему человечеству не просто в каком-то месте где мы строим а буквально в несколько десятилетий в абсолютно любых уголках планеты начнет появляться наш транспорт и завоевывать как когда-то мы поменяли наши пейджеры на мобильные телефоны потому что просто это удобнее лучше так и люди будут пересаживаться с обычных транспортов на наши транспорты может это будет быстрее удобнее все время человека его он может отдыхать общаться учиться наблюдать за красивым транспортом из окошка на такого красавца ну и конечно же поскольку это для всей планеты очень гибкая ветка так скажем 12 моделей мы уже сделали в реальности в железе их несколько несколько некоторые в нескольких экземпляров и некоторые у нас разработаны в 3d experience то есть они еще не так скажем не подошла их очередь к реализации но уже с этим и большая часть того что вы видите сертифицированно уже с этим первые адресные проекты заказаны и в этом году я уверен что мы расширим наш так скажем список проектов которые уже в работе по существующим сертификатам до 10 а как минимум так говорил анатолий эдуардович и судя по тому как сейчас двигаются новости то что я вижу я думаю что все получится все действительно к этому и идет а я думаю как мы будем дальше строить заводы на разных континентах чтобы справляться с этим потоком заказов потому что это будет со всего мира вы представляете когда настолько быстрее и эффективнее транспортные сети будут построены скажем в одном городе или в одной стране а в соседней нет уже за один год разница прироста экономики возможности людей то есть роста этой страны будет видно невооруженным глазом и и транспорт для маленьких самых деревень то есть минимум энергии минимум ресурсов минимум времени на построение и минимум ресурсов на построение минимум всего на эксплуатацию разные виды в свой город в зависимости от количества человек свое количество так скажем своя тяжесть трассы свое количество транспорта его вместимость то есть юницкий продумал все до мелочей очень разнообразно для того чтобы это был комплексный подход не просто помочь какой-то части там которая самая например бедная или там где нет транспорта или только самым богатым сделать какой-то супер транспорт юницкий посмотрел в общем на то какой должен быть транспорт и создал самый самый удивительный самый уникальный где-то в одном видео он сказал что в ближайшие сотни лет пока не будут какого-то существенного прорыва в энергии перемещение будет приблизительно таким то есть по его так скажем по его разработкам потому что это самая разумная и эффективная с учетом всех тех технологий и знаний которые сейчас имеет человек человечество но я уверен что реализация такого транспорта нам уже сейчас даст огромные возможности потому что посмотрите перемещение 600 километров в час я думаю многие хотели бы почувствовать это на себе и представляете мы в один день можем работать в своей стране съездить в соседнюю страну поработать там сделать какие-то свои дела вечером же вернуться достаточно быстро домой мы можем постоянно работать в другой стране в соседней стране при том что живем в этой с такой скоростью ну а внутри города перемещение до 150 километров в час без пробок без загазованности без опасностей без опасностей вот это все наши возможности это то что мы сейчас реализуем то что мы вместе с вами финансируем становимся совладельцами этих технологий и будем получать прибыль с каждого билетика с каждого километра проданного трассы с каждой станции с каждого транспортного средства с каждого адресного проекта каждый год то есть перед вами открывается перед каждым человеком открывается возможность кроме того что серьезно качественно улучшить мир так еще и стать совладельцем самого дорогостоящего бизнеса в мире самого прибыльного бизнеса в мире и конечно же это достигается именно грузоперевозками потому что это самая большая прибыль и тут юницкий впереди планеты всей потому что он разработал и как мы сможем в труднодоступных местах например месторождение разрабатывать и передавать руду либо и что-то еще как можем перевозить контейнеры любого типа даже морские например 40-футовый 20-футовый то есть транспортный средств который может подвесной и с подвесным способом и навесным способом перемещать грузы то есть уже существующая транспортная отрасль мы придем ей на помощь сначала мы уже готовы для нее то есть подготавливать именно под существующие форма габариты вес ну и так скажем мы с ее с легкостью переймем ну и конечно же есть еще транспортные средства как юнитрак для штучных грузов сыпучих жидких то есть любые виды грузоперевозок могут быть освоены компанией юни sky string technology то есть нашей транспортной технологии второго уровня и и таким способом мы становимся автоматически в совладельцами одного из самых крупных бизнесов в мире при том что главная задача сделать его экологически чистым перестать тратить так много ресурсов на создание неэффективных дорог мы же платим налоги с нас с наш же налогов наше государство и строит например автодороги которые быстро и портятся и потом их необходимо ремонтировать опять же за наши деньги вот мы за наши деньги в будущем будут строить экологические дороги инновационные легко интегрируем и которые очень долго находятся без капитального ремонта потому что они не разрушаются все сделано идея на идеальнейшим образом это за это конечно огромная благодарность анатолий эдуардовичу и низкому потому что он действительно видит в комплексе как может существовать наша цивилизация также его решение о котором я сегодня уже упоминал порт самое дорогостоящее на земле действие это земляные работы а дороже него только там где земля соприкасается с водой то есть сделать традиционный порт это невероятно дорого и эффективность его не такая уж и высокая там множество рядов по множество штук в высоту там по 6 по 7 контейнеров стоят ждут своей перебазировки чтобы их оттуда вывезли то есть логистика всего этого процесса очень дорогостоящее и простой в таком порту стоит для большого так скажем корабля может стоить миллион долларов один день поэтому это та часть которой тоже необходимо прийти на помощь и юницкий предлагает строить порты на шельфе моря то есть недалеко от суши там где еще достаточно прямое дно мы сможем на по тем же технологиям так скажем по общим технологиям струнным ставить наши порты которые могут без дополнительных земляных каких-то работ не надо вырывать ничего разные транспорты любой ввестимости емкости то есть могут подходить к этому порту то есть когда это находится над рядом с берегом то есть прям граница с берегом это огромное-огромное усилие чтобы сделать этот пор чтобы туда могли за походить например большие корабли и не сели нами а здесь мы работаем с природой это вот философия на действительно везде просматривается как с природы жить сообща не против нее действовать а наоборот вместе с ней действовать используются абсолютно логичные способы в этом у анатолий эдуардовича глаз очень сильно наметан и с помощью такого способа мы сможем ускорить передвижение огромного количества грузов через с континентов на континент его распаковка так скажем его разгрузка проходит максимально быстро и на нашем юниконте как только этот контейнер на него встал уже дана задача куда он должен направиться и он сам направился отвозить груз нету никакого застоя не нужны никакие огромные площади и мощности для того чтобы содержать или хранить эти грузы как-то перебазировать все сделано с максимальной эффективностью максимально скоро ничто нигде ничего не ждет а если грузы будут доставляться быстрее значит и не будут храниться нигде значит за это не надо платить за хранение например они будут доставляться быстрее и эффективней это все снижает стоимость еще и скорость мы быстрее будем получать наши товары то есть в эру потребления такая технология грузовая выведет на абсолютно новый уровень грузоперевозки и это при том дамы и господа что 1 доллар за 100 тонн на километр такую цену сейчас уже объявили анатолий эдуардович она даже написано на так скажем на контейнеры которые сейчас проходят испытания в объединенных арабских эмиратах то есть один цент одну одну тонну перевести на километр стоит один цент представляете это невозможно я бы за один цент тонну не протащил километр но вот вообще никак никак но с помощью технологии это действительно можно сделать и это еще и останется выгодным для совладельцев компании то есть кроме того что мы будем получать прибыль с этого это еще для всего остального мира будет очень выгодно то есть настолько масштабно разработаны все технологии анатолий эдуардович а то есть ты смотришь плюсы со всех сторон и я понимаю что это не может быть не всегда так было находилось очень много критиков на хотелось очень много тех кто пытался вставлять палки в колеса ведь особенно транспортная инфраструктура и транспортный бизнес он кроме того что самый прибыльный он и самый коррумпированный поэтому всем кто связан с например с нефтью абсолютно невыгодно наш выход в свет наше развитие и такой транспорт потому что сейчас это чей-то рабочий бизнес который приносит огромные доходы и который нельзя модернизировать так чтобы он стал экологичнее то есть с ним только прощаться по чуть-чуть либо очень много вкладывать чтобы он стал приемлем для 21 века поэтому в общем целом струнный транспорт второго уровня это главная транспортная технология которая будет у нас распространяться по всей планете потому что все остальные уступают ей а человек человек всегда выбирает лучшее для себя особенно если кто-то с этим помогает и это сейчас так это сейчас так работает наша компания и наш проект скоро выходит на самофинансирование то есть когда мы завершаем 15 этап компания выходит на самофинансирование это значит что больше никаких средств извне ему не надо для того чтобы реализовывать уже свой продукт потому что к моменту завершение 15 этапа у нас уже будет целая серия предзаказов и адресных проектов на очереди которые уже приготовили средства для работы и уже так скажем хотят чтобы в ближайшие год-два у них появилась трасса то есть мы же сейчас можно сказать владеем мощностями три завода с потрясающим оборудованием которым можем сделать уже первые заказы но при выходе на фан на самофинансирование это уже будет полностью стабильная компания совсем необходимым для того чтобы дальше самостоятельно развиваться и там она будет становиться только больше и больше как я говорю дамы и господа будем развивать заводы на всех континентах чтобы успевать строить так скажем создавать транспортные средства и трассы и строить их уже на месте на этих континентах и как только закончится 15 этап хотя возможно даже раньше начнутся и следующие проекты тоже с помощью компаний sky world community мы будем развивать новые инновационные технологии новые возможности будут у каждого человека по развитию то есть не только один проект ведь нас уже более полмиллиона и эти люди все в течение нескольких лет изучают понимают что такое технологии какие не бывают что такое инвестирование как общаться с людьми то есть уже люди подкованы и в ближайшие годы в ближайшие десятилетия все эти люди станут очень богаты уже знающие как все работает мы действительно продолжим просто создавать новый мир и это будут создавать люди объединенно потому что очень множество наших единомышленников ждут и линейные города так скажем кластерного типа поселения чтобы уже можно было развивать этот проект хотя бы вот будет один первый там от пяти от 1 до пяти тысяч либо там до 10 тысяч человек чтобы можно было уже развивать этот город и так скажем нацеливаться на приобретение квартиры с в таком вот городе который полностью обеспечен ведь линейные города дадут людям возможность полностью автоматизировано жить города так скажем перемещаться на огромные расстояния с одной пересадкой либо вообще без пересадок это вот линейные города кластерного типа экопоселения там сделано все так чтобы человеку ничего больше не нужно было для жизни извне то есть внутри города будет все что необходимо электричество тепло так скажем продукция питания и жилье то есть все а так скажем в одном небольшом квадрате можно сказать там километр на километр или там чуть больше несколько километров на несколько километров с учетом чтобы было удобно так скажем пешим ходить и добираться до всех нужных мест то есть с помощью такого города этот город будет независим страна никак не ничего не теряет то есть не нужно так много помощи потому что люди себя абсолютно обеспечивают сами абсолютно всем и это наши будут эко дома и к поселения и линейные города полностью озеленяемые так скажем не сантиметра лишнего не будет забрана нашей природы потому что даже сейчас то что мы видим в белоруссии и кодома где внутри ты заходишь в наших широтах ты заходишь внутрь а у тебя в доме в гостиной растет инжир вкусный спелый инжир выходишь на крышу дома сейчас тоже можно посмотреть вы уже можете увидеть это на видео выходишь на крышу а у тебя озеленяемая крыша растут разные травы которые можно заваривать пить там на кружевнищик растет малинка какие-то несколько кустарников такие маленькие плодовые деревья то есть понимаешь что действительно дома могут быть приемлемы для жизни особенно когда узнаешь как там устроена так скажем канализации движение всех вот внутри и оказывается чем больше людей живут в таком доме тем лучше там все цветет так все закольцовано и соединено вместе то есть юницкий в этом плане потрясающий гений и делает просто невероятные открытия хотя вот на примере данной технологии он говорит все просто технологии и знания нужны просто там физики 5-7 класса советской школы потому что все максимально просто пучки струн предварительно натянутые он говорит у металла вот мы можем четыре направления сделать с металлом и можем его согнуть можем его скрутить сможем его сжать а можем растянуть и вот именно от растяжение горит больше всего пользы можно получить от так скажем вещества от металла он это и сделал он огромную дорогу дорогостоящие тяжеленную просто сделал вот в таком виде и это тоже дорога и причем она ровно имеет десятикратный запас прочности для этого транспорта пассажиропоток по ним пускать можно не меньше чем по так скажем по земле по поверхности земли то есть настолько гениально все разработано хотя это пучки струн в корпусе рельса специальный наполнитель который фиксирует там струны поглощает шум и антикоррозийное свойство имеет и сверху на корпус головка рельса стальная по которой идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия 99 процентов то есть юницкий максимально разумно крепко и эффективно так скажем обустраивает технологии и это действительно так сейчас изучая все больше и больше и понимаешь что это ну ну к на на и уникальнейшее решение и особенно то что можно направляться в любом направлении не в зависимости от ландшафта нашей земли и того что находится на пути это гениально и как я и говорил широта и гибкость нашей технологии просто зашкаливает берельсовые фермы подвесной и навесной транспорт там можно пускать отдельно и тяжелые грузы и составные поезда и подвесной и навесной то есть и сверху и снизу по трассам и внутри в этом большом так скажем кожи ки в этом корпусе рельса может проходить еще несколько инфраструктур информационная интернет и энергетическое электричество то есть транспортная инфраструктура информационная и энергетическая три главных инфраструктуры которые необходимы для жизни в любом месте мира то есть как я и говорил сегодня всюду куда тяжело сейчас добраться мы сможем приехать построить дорогу и жить только уже от построенной дороги там будет доведено все необходимое для жизни человека 21 века ну и конечно здесь полу жесткий рельс прогибающийся рельса легкая трасса все каждая для своей необходимости для своих расстояний для своего пассажира потока чтобы ни капли ресурсов нашей планеты в лишнюю не использовать потому что все сэкономленные ресурсы конечно же можно будет использовать для более высокого качества жизни людей на планете и то что данный транспорт является компьютерами то есть пол андроидами искусственным интеллектом с машинным зрением даже в маленьком транспортном средстве более двухсот пятидесяти датчиков есть заменять и заменяющий так скажем поддерживающий друг друга системы то есть это прям супер умный робот в которую который довезет нас в нужное место без проволочек без человеческого фактора то есть без ошибок с полной безопасностью в две тысячи раз безопаснее чем автотранспорт на первом уровне представляете в две тысячи раз и этот транспорт с высоким интеллектом это закрывающая технология автоматизированная она нас действительно освобождает дает все характеристики которые нам необходимы но еще и забирает необходимость рулить мы просто говорим или набираем на нашем телефоне либо на станции куда нам необходимо и быстро добираемся в этом направлении при том что мы действительно можем наслаждаться до спать если не до спали поучиться пообщаться поработать по наслаждаться прекрасным миром у нас за окном пользуясь технологии которая никак эту биосферу той часть чего живого мы являемся никак ее не нарушает и никакого негативного влияния не несет с помощью такого транспорта мы сможем автоматизировать все грузоперевозки и но все самые так скажем глобальные поначалу грузоперевозки и пассажироперевозки так скажем прийти на помощь разгрузить самые большие города дать помощь самым маленьким городам уверен что после первых адресных проектов когда их покажут как-то выглядит просто отбоя не будет от заказчиков чтобы строить эти потрясающие транспорты при том что сейчас это мы видим транспорты четвертого поколения а сейчас из-за того как юнистский воспользовался временем которая нам дал карантин разные изменения в мире сейчас мы будем представлять транспорт пятого поколения более новые более лучшие в некоторых из видео уже есть пару кадров того как будет выглядеть 20-ти местный юни лед который будет передвигаться со скоростью до 600 километров в час это фантастика и также так здорово что это часть нас что мы совладельцы всего этого потому что это действительно на данный момент это один из самых актуальнейших вкладов во всю планету во всю жизнь на нашей планете не только человечество потому что этот транспорт спасет триллионы ползающих плавающих летающих организмов так скажем от гибели и не только фауну но и флору то есть данный транспорт данные транспортные технологии позволят цвести нашей планете и там где есть дороги цвести потому что сейчас там где есть дороги природа нет не цветет вообще но это будет ровно противоположно там где будут дороги вся природа не будет чувствовать никакого ущемления и будет продолжать действительно цвести конечно же безопасность это одна из самых больших задач и она тут полностью соблюдена потому что безопасность действительно на самом высоком уровне все продумано до мелочей и радует что скоро настолько безопасно будет находиться на улице в наших городах потому что выходя с нашими детьми с нашими домашними животными на прогулку мы всюду контактируем с автотранспортом и где-то с железной дорогой но вскоре мы это изменим и можно будет прийти на помощь на помощь и заменить это так чтобы мы выходя на улицу в наших эко поселениях наших эту эко домах в линейных городах могли абсолютно не волноваться о том что наши дети бегают играют или наши животные выбегают что они выбегут на проезжую часть какую-то опасную потому что транспорт будет на другом уровне а значит он никак не может принести на первом уровне где находится флора фауна и человек не может принести никакого вреда дамы и господа это наши возможности с вами мы самая большая сила на планете и и от нас зависит какой мир будет у нас в будущем какой мир мы передадим нашим детям я уверен что каждый из вас хочет передать наилучший мир то есть действительно мир в котором хочется родиться в котором безопасно именно для этого мы сертифицируем данную технологию финансируем и сертифицируем то есть даем возможность ей по тем законам которые сейчас есть на нашей планете даем возможность есть заявить о себе о своей уникальности о своих характеристиках потрясающих которые нужны были еще в самые первые годы когда анатолий эдуардович предлагал эту технологию жаль что тогда сила нефти и влияние и и было настолько так скажем настолько сильная на много на множество так скажем управленцев нашей планеты сейчас уже не смогут так противиться потому что эра нефта уходит и за экологическими технологиями будущее очень радостно что сертификации идут так так успешно очень рада что 100 сертификации идут в арабских эмиратах на таком высоком уровне потому что мы действительно показываем мировой высочайший уровень того что мы делаем это самый серьезный самое серьезное народное финансирование которое когда-либо вообще было и и очень приятно что все мы можем стать участны этому ведь мы создаем самый инновационный надземный самый скоростной самый безопасный самый экономичный самый легко интегрируемый и самый экологически чистый транспорт в истории заканчивая 14 этап не забудьте завтра переход есть еще возможность рассказать своим близким родным о том что происходит завтра если что в 11 часов по москве в 10 часов с 10 до 11 я провожу еще одну презентацию если у вас есть желание с кем-то кто еще не с нами кто еще не поддержал этот проект и не совладелец всего этого чуда приглашайте завтра в 10 часов по той же самой ссылке по которой вы прошли сегодня на презентацию я с удовольствием расскажу им какие у них есть возможности и насколько серьезное дело мы начали и как успешно мы его реализуем ведь уже сейчас видно по тем видео по тем новостям что мы практически его завершили осталось какое-то небольшое время поскольку у нас самый дорогостоящий этап это финн сертификация скоростного транспорта 600 километров в час но вы представляете с нами уже работают уже заказывают адресные проекты не дожидаясь конца проекта потому что то что мы уже просертифицировали и показали выше всех похвал то есть то что мы сделаем еще за до завершения до конца 15 этапа вообще перевернет историю транспорта в нашем мире и я понимаю что именно такой мир как минимум я хочу видеть в будущем чистые безопасные города в котором свежо дышать в которых безопасно ходить по первому уровню в котором много зелени желательно даже чтобы плоды везде были чтобы больше воды больше фонтанов не знаю реки озера пруда и я понимаю что это все возможно особенно будучи сейчас в парке анатолия эдуардовича в белоруссии ты понимаешь что рай на земле возможен причем за меньше чем за 10 лет можно совместными усилиями его построить и я понимаю что эти технологии действительно и будут основой его а компания sky world community стас станет именно тем сообществом который обучает людей что они могут влиять на мир как влиять на мир и помогать им это делать потому что мы сможем с учетом все всех технологии камера мы сможем строить и города и электричество и дома и полностью застеклить все это и дать транспорт этому и дать питание этому то есть весь полный цикл и это все не просто так анатолий эдуардович об этом всем знает потому что его самые глобальные проекты включают все это внутрь себя стоит только поинтересоваться и вас будет не оторвать потому что интересно смотреть классный фантастический фильм как там все интересно прикольно а здесь вы будете практически изучать фантастический фильм только при этом осознавать что это реальный человек фантастический ученый леонардо да винчи нашего времени и все эти технологии уже признаны например он получил анатолий эдуардович премию мира в братиславе эти технологии уже признаны частью научного сообщества как бы там палки в колеса не вставлялись целая серия а мы развиваем только первый пока еще поэтому дамы и господа рай у нас в руках эта планета у нас в руках и в зависимости от того как мы будем уделять свое время такое будущее мы и получим а компания skyworld комьюнити сделает все от нее зависящее для того чтобы вы получили эту информацию для того чтобы вы увидели эти выгоды дает контакты как меня так и других людей активных лидеров во всех странах мира чтобы помочь вам понять что делать с этой информации как ей воспользоваться наилучшим способом и как можно быстрее потому что 14 этап уже скоро закончится 15 не за горами но каждый человек хотя бы один раз в жизни пока есть такая возможность пока не закончился 15 этап должен хотя бы один раз услышать о таком ученым как анатолий эдуардович юницкий увидеть эти видео увидеть эти фотографии транспорта которые уже ездят уже катает людей о первых четырех адресных проектах и о том насколько на официальном уровне на государственном уровне прекрасно дела у данной технологии данного проекта один раз об этом должен услышать каждый чтобы уже иметь полную ответственность перед самим собой набрать аргументы в сторону пройти мимо подобной технологии и такого проекта или действительно задержаться и интересуясь понять что важнее технология анатолия эдуардовича наверное нету потому что только его комплекс дает счастливы дает возможность счастливой жизни в ближайшие не то что сотни лет наверное тысячи лет если вы думаете что я преувеличиваю тогда прошу вас на сайт юницкая . инженер и убедитесь в этом сами с удовольствием с вами подискутирую на этот счет моя почта в чате а на данный момент с вами был артем курбанов и я благодарю вас за ваше внимание и благодарю вас за ваше время ведь всюду куда это направлено ваше внимание и время то и будет расти а сейчас она направлена именно на sky world комьюнити благодарю вас если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите их в чат буду рад ответить и буду рад вообще вашим эмоциям вашим чувствам от сегодняшней встречи была ли она вам полезна ну и конечно приглашайте на завтрашнюю презентацию ваших друзей ваших близких тех кто еще не с нами есть еще возможность завтра хорошенько потрудиться и тем людям которые близки нам которым мы желаем добра показать что мы делаем будущее мы делаем будущее успешно мы делаем будущее успешно вместе и уже очень скоро мы увидим первые планетарные результаты наших с вами нашего с вами внимания и трудов спасибо вам большое дорогие друзья будьте пожалуйста здоровы берегите себя дышите глубже и как можно больше улыбайтесь до новых встреч